Привет, друзья, с вами Ваймс и это снова из Комбат 7. За кадром я немножко пофармил предыдущие миссии. Тут есть немножко повтор задания, там можно выбрать сложность, в том числе свободный полет, где без врагов и без всего. Но, наверное, там не очень хорошо фармятся очки. Ну, в общем, я перепрошел несколько миссий. Там эту один раз, эту... По-моему, я больше трех раз ее суммарно прошел, то есть я как минимум три раза ее перепрошел, плюс здесь, наверное, учитывается. Ну, хотя не, получается, два раза я ее перепрошел, потому что я явно не перепроходил ее хуже, чем самый первый ран. А на третьем месте мой самый первый ран на 40 минут на 15 минут на миссии. В общем, да, перепрошел пару миссий, нафармил немножко очков. Проблема в том, что они фармятся медленнее там. За первое прохождение миссии дают где-то раз в два больше, чем за повторное. Но теперь у меня есть немного денег, так что поехали разбираться дальше. Я научить самолеты, но сначала смотреть задания, брифинги, сюжеты, все такое. Трегор. Каун, вы получили официальную confirmацию о том, что мы должны делать. Компания, командир, выяснили, что вы both хотите, чтобы вы об этом попали социализироваться нашу спаду. Это не предъявленный момент. Считается, что вы получаете некоторые люди, что вы хотите взять. В таким же моментом, я думаю, что это потому, что вы себя ведете. Продолжение следует... 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 ракет, но это каких-то нестандартных ракет по идее, да это ракет, которые Нурса, ну не Нурса, в общем самонаводящийся спамящий ракета, скорость перезарядки ракет, степень самонаведения стандартных ракет, максимальный груз стандартных ракет, в общем это все хорошие, хорошие апгрейды, может быть стоит туда поехать, я потрачу большую часть своих денег, чтобы просто анлокнуть ФА-18, но с другой стороны он сам по себе тоже довольно неплох, у него есть ракеты воздух-воздух с высокой дальностью, по-моему нет, по-моему это не так работает, это маневренные ракеты, которые лучше попадают, ракеты повышенной дальности воздух-земля, и Рейлган, это тоже надо будет посмотреть, снижает урон от столкновения с поверхностью, ну окей, скорость захвата особых ракет, скорость перезарядки бомб, сила взрыва особых ракет, АОЕ бомб, восстанавливает некоторое количество паучных повреждений, то есть это регент по сути, тоже очень неплохо, общая маневренность, и потом Ф-35, и потом Ф-22. Что здесь? Ага, ракеты, которые по линии дамажат землю, 4-х зарядные и 8-ми зарядные по земле, ну неплохой набор. А тут что? Цеминодящиеся ракеты воздух-земля по 4-м целям, быстрые ракеты и 8-ми зарядные, ну наверное мне нравится эта ветка. С другой стороны тут все тоже довольно неплохо вроде бы, плюс тут всякие Ф-15 на которых есть лазеры, лазер здесь и лазер здесь. Но я думаю я хочу потестить все вот эти вот апгрейды, в частности реген, мне кажется, довольно полезной вещью. Так что поехали, Ф-18. Да, я понимаю. Оно сейчас полдня будет? Не, оно не полдня будет, оно только первые 3 покажется, ясно? Наверное я хочу оба апгрейды, потому что на этой миссии мне явно понадобятся ракеты воздух-земля, но с другой стороны Railgun я тоже хочу потестить. Вообще я подожду. Скорость перезарядки стандартных ракет это хорошо. Окей, максимальная груз стандартных ракет это хорошо. Можно это? Да, можно это все проскипать. Ура! У меня немножко уже деньги кончаются, это я по-моему не смогу просто открыть, потому что здесь 50 тысяч, здесь 50 тысяч, здесь 50 тысяч, то есть это уже 150. А у меня всего 143, а тут еще 2 апгрейды по 60. Так что, наверное, степень самонаведения. И пока что все. Скорость захвата особых ракет. Ну, наверное, тоже пригодится. Нет, это не скипается. Почему это не скипается? Почему это тут скипалось? А, потому что тут я ничего нового не открыл. Так что оно не скипалось, его просто не было. Ну ладно. Ну и пока что я не буду открывать ракеты. Воздух земля тяжелые. Длиннобойные. Пока что подожду с этим. Если они мне понадобятся на этой миссии, то я их открою. Ну и да. ФА-18. Как-то так. Как это отдалить? Во. Во. Почему у меня все еще... А нет, у меня не все еще перечеркнуто на хвосте. Это просто такое лого теперь. Ладно. И у меня есть либо ракеты паневренные, либо... Прайлган. Ну, интересно выглядит. Наверное, он открывается при стрельбе. Смотрим. Элементы. Элементов у меня теперь дофига. Ай-7. Что мне больше всего нужно? Но извести и помех не помешает. Э-э-э...скорость захвата особых ракет. Мне сейчас не нужна, потому что особых ракет у меня нет. Время перезарятия особых ракет тоже. Максимальный груз особых ракет тоже. Потому что у меня не ракеты. У меняילו ган. Э-э-э, само иновидение стандартных ракет. Да. Время перезарятия стандартных ракет. Да. Дистанция захвата стандартных ракет. Да. Еще максимальный груз Или А, нет, это только первый максимальный груз 118 ракет вместо 98 Наверное, у меня столько не понадобится Я думаю, у меня 98 вполне хватит Особенно учитывая, что на этой миссии я могу пополнять Боезапас Так что вообще пофиг, силы взрыва стандартных ракет Да, плотность огня пулемета И пока это Не знаю, как расшифровывается, но Какие-то пушки Возможно, Ройлган отработает, кстати Не ладно Что еще я хочу Скорость плюс маневренность И либо еще скорость, либо еще маневренность Либо еще устойчивость Наверное, маневренность Да, выглядит неплохо Окей, ну и поехали Вылет Такой огромный трейлган Уничтожение флота Дозаправка Дозаправка, это весело Насколько я к нему приближаюсь? Наверное, приближаюсь Можно, наверное, чуть-чуть быстрее приближаться Да, но сейчас слишком быстро Мне нужно все-таки поближе к нему подлететь Дозаправка, это весело Как-то так. Шригорь, звонок на страйдер-1. Вы уходите на страйдер-сквадране. Повторяйте, он будет Сайклопс-2. Он будет под Сайклопс-1. Простите, но я съеду, когда я работаю. Моя оплачивается, когда я слишком голодный. Как вы можете говорить о ежедневном порядке? Шригорь, почему ты номер один и я, как я, номер два? Ну, ну, я думаю, что я могу дышать сейчас. И мы просто должны следить за тебя? Я слышал, что ты спектакльный, капитан. На самом деле, с твоим последним спадрономом. Я не хочу, чтобы ты закрепляйся на улицу. Сайклопс-1, возвращайся к рейтинг-лайну, если нужны репарки или филы. Аэропорт нужны Д-2, чтобы быть эффективным. Сайклопс-1, возвращайся к рейтинг-лайну. Вы очевидны, чтобы подниматься. Велико, давай. Что-то я уничтожу. Очень уверен, что... Все корабли, готовься для анти-эр-комбата. Спорт какой-то мастер-филы на нашу филе. Они уже стреляют. Они думают, что они могут спрятать нас. Сделайте старшую трючку и спрятать, чтобы избежать их огонь, когда вы двигаетесь. Страйдер-3, вступает. Сайклопс-3, вступает. Сайклопс-4, вступает. Как-то там массово стреляют. Умм, рейтинг-лайн хорош, если попадать. Сайклопс-4, вступает. Умм, рейтинг-лайн-лайн. Умм, рейтинг-лайн-лайн-лайн. Умм, рейтинг-лайн-лайн-лайн-лайн-лайн. Может, изменить все еще не подсвечен. Так что не знаю, возможно, рейтинг-лайн-лайн не настолько хорош против наземных целей. Но он вполне неплох против воздушных целей. Интересно, какая у него дальность. А-а-а. Сайклопс-3, фокс-2. Они взяли от меня. Наверное, Лазер будет примерно так же работать. НС-1. Это авианосец? По-моему, это авианосец. И вторая пушка у него осталась, на которой я был залучен. Или она перелочилась на другой просто. Сейчас узнаем. Не, у него осталось... Возможно, даже облик ушки. Не, я не хотел лочить Су-33. Ладно. Рейл-кан не очень быстро. Это напрягает. Мне нужно 28 тысяч набрать. Наверное, за корабли дают много. Почек попаданий. Вау. Он избил мою ретту. Вау. Он избил мою ретту. Возможно, все-таки А-10 здесь. Это хороший план. У него пушка очень хорошо. Противоракетная система не может сбивать пушку. Ну, не, они могут сбивать самолет, на котором пушка. Ладно. Что-то уничтожено. Что-то уничтожено. Что-то уничтожено. Что-то уничтожено. Что-то уничтожено. Да. Это Эггис. Это... Какой-то корабль с противоракетными системами. Хорошими. Но в этом случае Рейл-ган это хороший план. Наверное. Да, уничтожен. Ау. Где-то. Где-то. Какой-то, что-то вздохнул. У нас igual, это не все-таки-то. минус что-то у крейсера долетает быстрее чем ракеты это вернусь из кучи пушек он меня напрягает а у крейсер срегат или кто он там пройдет но тоже напрягает на нем противоракеты и на нем ракеты у меня 96 процентов повреждений на вернулись на вернулись на вернулись по времени все как-то потому что вроде бы уже больше половины времени прошло но при этом у меня все еще очень мало очков наверно я слишком быстро иду я могу поменять оружие но наверное ракеты воздух воздух мне здесь не очень поехали взлетать рейлган пока что радует он вроде бы достаточно дальнобойный достаточно дамаговый разве что скорость перезарядки низковато ок Мы остались только авианосить, правильно? Я не уверен, что я купил это. Если он у тебя будет. Один из девушек-ракрутов говорит много. Он спирит много. Эта девушка спирит больше, чем я. Это не только спирит. Она тоже имеет быстрые пальцы. Я думал, что ты сказал это. Плюс там еще где-то две базы или что-то такое. Минус смейт. Минус фрегат. Чему фрегат в бронировой не будет? Uno во многом ниже. Отслухай messed港 с фрегатом! Почесь эти пальцы за правду! Это если вы были фрегатом! Ну хорошо, пройдуй! Или фрегатом просто выдержали уши из-за платформы. Убилить эти фрегаты. Сейчас преграды начнутся. Я не буду спрашивать, пока они могут угрозить миссию. Велико, мы поднимем эти флассы в пить. Страта-1, таргет получен. Внимание вверх! Миссия, выстрелись! Это Райкл-2, выстрел на дверь. Мы должны выстрелить эту тему? Это танкер был. Теперь нет. А очков у меня все еще очень мало. Там какие-то мосты между... между кусками базы являются целями. Я ничего не вижу. Ну, примерно так. Видимо, можно из платформы... Ага, вот так сносить. Интересно. Ага. 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 звучит у меня совершенно не то что нужно просто так спамить волк это тоже не очень полезно когда я просто лечу не там вот так сделать три минуты осталось не уверен что успею не уверен что благодаря стороннику 1 то есть мне мы уничтожили треть вражеских истребителей может я как-то по истребителям не очень стрелял хотя не чуть-чуть вот если подальше издалека вот платформа целится примерно так нехорошо что-то не хорошо ну не так не работает потому что если я долго лечу по прямой чтобы в эту платформу целиться в меня куча артек прилетают то есть нужно как-то именно так делать зашел быстро пострелял ау и врезался во фрегат на каком-то плавучим доки как работает смысле как это работает получи док они то что я врезался то что я врезался понимаю как работает ну я не знаю где контрольная . в самом начале в самом начале поехали сразу наверно могу я сразу дамажить эти опоры или мне нужно сначала пострелять просто так по всему что-то не могу мы находимся на платформу кто-то в полюсе вы мне кажется, что на платформу заканчиваются мы должны подальше Продолжение следует... 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 Ну, по крайней мере, 5 километров. Дальше уже сложно прицелиться. Кони? Заклопс-2, держи шарф. Дальше осталось рядом. У меня все стыкают. Нужно совсем в упору ракет пускать, видимо. Ну, или... Использовать рейл-ган. Ты никогда не знаешь, когда этот экспериментальный сквадр может появиться. Яйгер, он знает это лучше, чем любого. Он один из тех, кто имеет силы, чтобы сопротивляться мистера Рэкса и Линда Телла. Это не смешно. Трикер — один из пилотов, кто был против Демона в этой экспериментальной сквадре. Он тоже, когда сопротивлялся. Я был там сам. Я бы не был здесь, если бы это не было для трейлера. Ты видишь, что я был там? Да, ну... Я надеюсь, что я был там, тоже. Я надеюсь, что я был там, тоже. Я надеюсь, что один из тех эскортов, которые слезли. Ты должен смотреть на ноги. Минус-самолёт. Минус-самолёт. Озвел у нас много. По-моему, что мы взяли на третью армии. И это в основном, что страйдер-1. Миссии, формирующиеся, сейвизы и плейсы. Держи все, что у нас есть. Я на его ряду. Посмотри на него! Деревь или снижай! Приложил инженер-контроль. Мы потеряли 80% нашего полета. Мы не можем еще сделать это. Попробуй на левые боты. Я не могу, что это с утренц-3. просто заучил что-то рядом в воздухе стиль 2 ракета уничтожен что-то ракетники вроде на авианосца у меня еще есть пять выстрелов у гана нужно уничтожен что-то есть это фрегат у него наверное можно просто вертикать у него нет ничего противоракетного двух хотят на него вполне хватает что если при выстреле при выстреле до из рогана шартерную камеру прожить не уверен надо будет попробовать могу завернуть нормально не ничего не будет из-за прожить аркетную камеру 28000 евро наберу главное выжить после этого хотя с этим вроде бы тоже не должно быть своих проблем как вот и вот 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 из-за предыдущих. Мы все равно имеем время. Не дышите. Сберите их с пеной. Давай, это достаточно, да? Давай, отходим из-за этого. Ух, мы их все отнимем. Дай мне рычаг. Главное, ни во что не врезаться. Там две метки, там два вертолета. Вертик, обрад. Да. Но, к сожалению, по одной руке эти на каждого нужны. видимо нужно поздно-поздно пускать не срабатывали а это вообще самолет был был рао гана нет есть фрегат фрегат сейчас тоже не будет хочу перед тем как завершать миссию перед тем как минута кончится последняя слетать перезарядиться потому что вдруг после этого будут еще враги и не будет возможности установить боезапас так что я сейчас вот этот фрегат стоплю и полечу к линии должно хватить времени уничтожен или может быть не хватит времени потому что линии все-таки далековато она вроде бы нам там еще один патч зачем он здесь на базу в заливе так не смотрят в заливе в этом стаде я проскипываю это земляцы результат 15 раз заместит как не очень весело здание выполнено я просто выполнен ног рилган хорош миссии сало посмотрим что я за это получил и как-то рилан тут как раз очень в тему потому что противоракетные системы на вражеских кораблях довольно эффективны бомбе тут наверно от стендинг вор тысет при аппарал айзу в бен бог дауна на из кост и надежды сексесса лозерта файлы мува на данный шейфе операции дышит данный арсенал ок 196 тысяч неплохо и вот дабы он и за первое прохождение 90000 так что повторно я бы 100 тысяч так всего лишь работал если бы точно так же прошел по 6 ну и b на а видимо надо было там не знаю больше на стрелять и настроил 31000 с половиной наверно 32 или 33 на не знаю не уверен но все равно неплохо бронзовый очка с проблема окрасок в том что их нельзя использовать до прохождения компании это немножко странно из после того как прошел компания открывается насколько я знаю скины эти так что я даже не могу наверное могу мультиплеере посмотреть то что я открываю но в компании не могу ну ладно на этом я тогда закончена сегодня наверное если бы я не репнулся в первый раз то все тоже получилось бы что вроде бы там времени хватало но опять же веселая миссия на базу вы ари так не посмотрели но что поделать ладно я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываем пока